Вот и стартовал в Алмалыке футбольный сезон 2022 года среди женских команд Высшей Лиги Узбекистана. 30 марта в рамках второго тура 28-го национального чемпионата на поле спортивного комплекса АГМК встретились подопечные главного тренера АГМК Вумен Ильхома Хаджареева со столичной командой Локомотив Вумен. Встречу обслуживала бригада главного арбитра Никита Мустафина, а также Адел Уралов, Мавурбек Ибрагимов, инспектор Фейзула Хасанов, комиссар Диор Хатамколов. Напомним болельщикам, что состав АГМК Вумен в этом году значительно изменился. С одной стороны, по ряду причин АГМК Вумен покинули опытные игроки, в том числе Алина Демьяненко, Мордона Алматова, Угло Илашева, Мавтуна Панжиева, капитан Камила Зарипова, приглашенная в качестве легионера в турецкий клуб. С другой стороны, в команду влились такие сильные игроки, как полузащитник Металлурга Вумен Рушания Сафина, защитник Металлурга Вумен Махера Джурабаева, нападающий на Вбахор Вумен Нилюфарда Дажонова. К команду из Металлург Вумен вернулась Зиода Туланбаева. А также была приглашена легионер голкипержинской сборной Кыргызстана, лучший игрок Кыргызстана по итогам 2021 года Акылай Садыкова. Отметим, что в этом сезоне главный тренер АГМК Вумен Ильхом Ханжариев делает ставку на молодых игроков, привлекая к играм высшей лиги девушек из фарм-команды АГМК Вумен 2, давая им возможность получить бесценный опыт. Первая домашняя игра, вторая игра сезона оказалась непростой для алмалыкской команды. Несмотря на то, что хозяева поля с первых минут матча навязывали гостям свою игру, завершить комбинации голом в первом тайме так и не удалось. Тут стоит отметить и грамотную игру в защите, и опыт голкипера столичного клуба Камилы Юманголовой. На перерыв команды ушли со счетом 0-0, однако второй тайм был полон драматичных голевых моментов. Первый гол ворота соперников забили железнодорожники. На 60-й минуте мяч от удара на Илью Улдашеву попадает в штангу ворот, затем отскакивает от земли и, перелетая через игроков, оказывается в сетке. Пропущенный мяч словно взбодрил хозяев. Они активизировали атаки и уже через две минуты сравняли счет. Автором гола стало рушание Сафина. 1-1. К слову, этот гол был посвящен Парвине Садыковой, которой предстоит сложнейшая операция после полученной травмы. Таким образом, игроки АГМК «Вумен» решили поддержать девушку, пожелав ей скорейшего выздоровления. Что происходило дальше, сложно описать словами. За этим стоило наблюдать с трибун стадиона. Спорные решения арбитров вызывали накал страстей. Нервы игроков не выдерживали. На 89-й минуте Фируза Трудебоева получила вторую желтую карточку, вслед за ней красную и покинула поле. Дополнительное время матча стало для арбитров своеобразным экзаменом на профессионализм. Но оценку работы судей оставим инспектору матча. Два раза представители АГМК «Вумен» забивали голы, которые затем ставились под вопрос. И первый из них решением судьи был отменен. Но второй, после небольшого совещания главного арбитра с Линейным, был признан. Два-один в пользу АГМК «Вумен». Таким образом, буквально на последних секундах встречи Нелюфарда Дажанова принесла победу оставшейся в меньшинстве Алмалыкской команде, которая по итогам второго тура заняла четвертую строку в турнирной таблице. Игра была очень тяжелая. Все равно поле нам незнакомо. Первый гол нас разбудил очень. И мы хотели всей команды, чтобы первую игру дома мы начали с победы. В прошлом туре, это второй тур был сегодня, в прошлом туре мы играли на выезде с командой Сагзяна, городе Зах. Они действующие чемпионы. Игра была сложная, но проиграли мы 1-0. Вынесли оттуда урок. Поработали над ошибками. Тренер дал нам установку. И отдали все силы, чтобы сегодня счет закончился в нашу пользу. Присматривались и немного поймали их игру. Не показывали свою игру. Поле немного не давало. Все равно мы не всегда играли. Дай бог в этом году будем играть на этом поле. Привыкли. Во втором тайме вышли и выполнили установку тренера. В этом году у нас задача, конечно же, зайти в сильнейшую тройку чемпионата Узбеки Сана. У нас есть новые девочки пришли к нам в команду. Все знают, наверное, у нас большие потери. Некоторые в декрет ушли. Бывший наш капитан Камила Зарипова играет за турецкую команду. Мы желаем ей все удачи. Очень болеем за нее. Конечно же, задача у нас стоит зайти в тройку сильнейших. К сведению болельщиков, в чемпионате страны по футболу среди женских команд высшей лиги наступает небольшой перерыв, связанный с учебно-тренировочным сбором национальной сборной Узбекистана и участием ее в двух товарищеских матчах в Америке 9 и 12 апреля со сборной США. А потому матч третьего тура состоится 16 апреля, в ходе которого алмалыгская команда на выезде сыграет збекобатской «Металлург Вумен». А напоследок добавим интересный факт. На видео переполненные трибуны стадиона Камп Ноу на «Эль-Классика». Вы скажете, что ничего необычного, но вы просто не знаете, что это женская «Эль-Классика». 91 533 зрителя – самая большая посещаемость на матче женских команд. Конечно, популярность женского футбола в Узбекистане оставляет желать лучшего, но так хочется, чтобы алмалыгские болельщики и тем более фан-клуб ФК АГМК пришли и поддержали нашу команду, ведь девчата АГМК «Вумен» этого достойны. Отметим, что следующая домашняя игра АГМК «Вумен» состоится в рамках четвертого тура 23 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok